Герокоптер. Аурель в Лайсу. Герокоптер – воздушный воин. Он родился и рос лишь с одним желанием – заставить с помощью своей магии вещи взрываться. Хотя среди его соплеменников такая целеустремленность считалась нормой, навыки, которые приобрел Карлик, добавили ему достаточно популярности. Разница между Герокоптер и ему подобными была очень большая. Если обычные воины стремились достичь совершенства в области подрывания скал, то Герокоптер хотел достичь больших успехов. А просто взрывать скалы он давным-давно умел. Просто. Я обычно по дефолту так одеваюсь. Рапира там, все такое чисто. Почему нет? Еще стакаем. Давайте бабочку просто сделаем сейчас. Команда не ахти. Попробую соло. Всем привет, дорогие друзья. Что ж, сегодня у нас гайд на Герокоптера. А это значит, что сегодня мы воплотим его мечты в реалии и будем взрывать не только скалы, но еще и жопы оппонентов. Так что, друзья, оставайтесь до конца, не скипайте теорию, ведь она тоже важна и, конечно же, будет очень интересно. Сегодня мы узнаем, как работает у нас Рокет Бараш, как работает у нас Миссл, Флаг Канон и, конечно же, как работает Калдаун. Друзья, всем пожелаю приятного просмотра и начинаем теорию. Поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Рокет Бараш. Очень интересная способность и сейчас я вам о ней расскажу. Что ж, вотки у нас Р, прокачиваем данную способность и подходим в радиус 400 ОЕ, ведь настолько у нас разлетаются эти ракетки. Смотрите, нажимаем и ракетки полетели и начинают дамажить всех, кто находится рядом. Но, как видите, урона почти не нанесло. Давайте отведем одного пака и войдем в ОЕ-шку 400 единиц. И посмотрите, бедный у нас один пак вот этот начинает страдать и дамаж же, естественно, он получил немного больше. Соответственно, эту способность лучше езать, когда есть какой-то один персонаж и, соответственно, в него закинуть весь этот дамаж. Длительность этой способности у нас идет 3 секунды. В течение этих 3 секунд выкидывается 30 вот таких вот ракеток в радиусе 400 ОЕ. Но как пользоваться, друзья, увидите и на практике. И, в принципе, я вам сейчас рассказал, что лучше использовать эту способность, когда кто-то у нас вот так вот один стоит, чтобы в него все эти ракетки залетали. Ну и пропорционально уровню прокачки тут наноситься будет дамаж по-разному. То есть, смотрите, тут написано на первом уровне 7 дамаж за одну ракетку. И то есть, получается, ракеток у нас 30, и одна такая ракеточка будет наносить 7 урона. Казалось бы, 30 ракеток и 7 урона, но в совокупности получается очень много дамажа. На втором левеле 12 урона за одну ракетку. На третьем 17, и на четвертом 22 урона за одну вот такую маленькую ракетку. И, смотрите, КД 7, 6,5, 6, 5,5. Монокост 90. Монокост очень маленький, и, в принципе, все приемлемо. Смотрите, когда вот так вот соло у нас цель, спокойно нажимаем способность, и смотрите, сколько дамажа наносится. Реально прикольно. И позволяет эта способность также и помогать немного крипчиков поддобивать. Я обычно могу, ну, использовать способность на добивание каталашек, потому что тоже очень много вот так вот таргетно, можно сказать, дамажа вносит. То есть, ката, как правило, стоит отдельно, и если мы понимаем, что дамажа может не хватить, то нажимаем вот так вот ракет баражи и добиваем у нас каталашку еще. То есть, ну, можно использовать этот спел по-разному, как вам удобно. В принципе, в совокупности со всеми способностями вы поймете, как эту способность лучше юзать, когда под второй способностью будет оппонент просто оглушен и стоять один. Конечно, первая способность будет залетать на ура. Ребятки, эта способность у нас наносит магический урон, соответственно, все худы, пайпы будут снижать урон с этой способности. Естественно, будете наносить очень-очень мало дамажа. К слову, друзья, если способность идет у нас 3 секунды и 30 ракеток, то в секунду наноситься будет 10 вот таких вот ракеток, вернее, вылетать будут 10 ракеток и наносить дамаж пропорциональному уровню прокачки. Ну и, в принципе, по этой способности все. Через БКБ она не проходит, друзья. Ну и в совокупности, что ж у нас, получается, сколько дамажа можно вообще нанести с этой способности, если в одну цель. На первом левеле 210 урона, на втором 360, на третьем 510 и на четвертом 660 урона можно нанести с этой способности. Ну, в принципе, в целом, вроде прикольная способность, но нужно понимать, что она будет у нас разлетаться рандомно, если будут рядом крипы или еще какие-то персонажи, в которых, так сказать, эта способность будет лететь. Ну и все, поехали на вторую способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это Миссл. Миссл это специфичная такая способность, о которой я вам сейчас расскажу. В принципе, тут очень много нюансов, которые нужно запоминать. И давайте, наверное, приступим к тому, что прокачаем хоткей у нас Е, и дальность применения этой способности 1050 единиц. Вот так вот ставим такую ракетку, и она будет самонаводящейся такой вот фигней, которая летит и над оппонентом. Видите, такой вот эффектик есть, небольшой, который сигнализирует о том, что туда сейчас полетит ракетка. Эту ракетку видят все, в принципе, но меточку видят только наши союзники, что позволяет, возможно, кого-то там законтрить. То есть увидели, ага, туда полетит, давайте, значит, законтрим. Ну и в этом смысл. И как у нас дамажит эта ракетка и простанивает, я вам сейчас расскажу. Смотрите, во-первых, что нам нужно знать. Эта ракетка, она специфична, и она полностью зависит от расстояния, которое проходит от места вот этого, так сказать, старта и места достигания. То есть вот тут вот учитывается такое расстояние, которое и, в принципе, потом будет наносить урон. Простанивает эта способность всегда как бы одинаково на уровнях прокачки. То есть независимо от пройденного расстояния. То есть, смотрите, давайте вообще разберем уровни прокачки, а потом поговорим о других моментах. Смотрите, первый левел апается до 125 урона и стан 2,2 всегда, то есть независимо от пройденного расстояния. На втором левеле 250 урона и стан 2,4. На третьем 375 урона, стан 2,6. И на четвертом 500 урона и стан 2,8. КД 20, 17, 14, 11, монокос 120, 130, 140 и 150 маны. Это очень круто. Тут эту ракетку также еще можно разбить, но об этом немного позже. Смотрите, как это работает. У этой ракеты, как я уже говорил, считывается вот это расстояние, да? То есть, если у нас ракетка максимально вот так вот проходит полторы тысячи расстояния, где-то примерно досюда, то, соответственно, дэмэдж будет у нас максимальный. При этом, когда ракетка достигнет цели, то даст она на 3,5 секунды вижен, где вот этот персонаж у нас там простанился. И это тоже может сыграть некоторую роль. Это очень прикольно. Для того, чтобы избавиться от этой ракетки, друзья, вам необходимо нанести определенное количество тычек. Это также на уровнях прокачки написано. При этом вы еще и золото получите. Там примерно 30 золота. Ну и немного экспириенса. Смотрите. Уф. Чтобы разбить эту ракетку, вам нужно нанести 3, 3, 4 и 5 тычек на ласт левеле. Очень просто. И для того, чтобы разбить эту ракетку не героем, то есть крипом каким-то, ну, то есть необычным крипом, которые бегают, а, допустим, тавр и крип-герой, для того, чтобы разбить им эту ракетку, то потребуется 6, 6, 8 и 10 ударов. Так, прикиньте, то есть не 5, а 10, то есть, ну, в 2 раза больше. Соответственно, как и, в принципе, томбу и вот этот вард пугный, также требуется намного больше тычек для того, чтобы разбивать. Ну и что ж, самое интересное, что я могу рассказать по этой способности. Это магический урон, который у нас может худый пайп и все вот это, конечно же, игнорится. В БКБ эта тема не летит, но она, вернее, долетает, но не продамажит и не простанет. Ну и прикол такой, что помните тему с диффузами, что диффуза уничтожали эту ракетку, но сейчас диффуза не уничтожает эти ракетки. И на сайте iCup еще написано, что эту ракетку можно форсануть, но, как видите, я не могу. Не могу форсануть, не знаю, почему это написано, но и как бы изи катка туда-сюда. Как эту способность закайтить, в принципе, катится она очень легко, ее можно закайтить юлом, можно, допустим, вот шифтом пака закайтить. Да, если пак такой рукастенький, он может аккуратно подлететь, вот так вот завязать шифт, и ракетка взорвется, и все, больше ничего не произойдет. Касаемо линки, ракетка должна ставиться у нас, давайте сейчас проверим, минус итем, линк, минус итем 219. Как написано на сайте iCup, ты должен вот так вот направить, она даже не собьется линка, нет, а вот врут. А я даже proof, смотрите, приложу, что написано, блокируется линкен сфера при столкновении, а мы еще даже не поставили ракету, то есть, соответственно, написано неправда. Вот так вот иногда приходится тестить и смотреть. Друзья, в общем, способность очень интересная, то есть вы просто в теории накидываете вот эту ракетку, оппонент, естественно, будет от нее убегать, но если он подбежит наоборот к ней вплотную, то, соответственно, он получит намного меньше дэмэджа. Кстати, минимальный дэмэдж составляет 50 единиц. Ну и, соответственно, то есть, если оппонент не хочет, так сказать, чтобы дэмэдж как можно сильнее развился, то он должен подбежать к этой ракетке в упор, соответственно, и тогда не получит большое количество урона. Как видите, тут он уже урона получил оппонент чуть-чуть побольше, потому что у нас доапалось на 125 единиц, потому что мы пролетели полторы тысячи этой ракеткой. Ну и надеюсь, в принципе, вам понятно, как работает эта способность, друзья. Пойдем сейчас на третью способность, она тоже очень интересная. Ну и табличечку, друзья, табличечку приложу по апу дэмэджа, по расстояниям, конечно же, посмотрите ее, но мне кажется, тут тоже накосячили, и должно тут не 100, допустим, смотрите, расстояние 300, не 100 дэмэджа написано, а 125 должно быть, и также 200 и 250, и 300, и 375 по расстояниям 1200, 900 и 600. То есть, ну, посмотрите и примерно поймете, как это все должно быть, друзья. Мы переходим уже на третью способность. Что ж, братцы, следующая способность на нашем персонаже это флаг канон. Я обожаю просто эту способность, потому что она позволяет очень быстро выфармливать и очень жестко нагнетать всех оппонентов. Что у нас делает в целом эта способность, давайте я вам расскажу. Во-первых, эта у нас способность не является уникальным модификатором атаки. То есть, нам орбэффекты, если какие-то собирать, то эта способность у нас будет работать. Но, но тут, но запомните, что эта способность, раскидывая тычки во всех, не будет давать на всех этот орбэффект, какой бы вы не собрали. То есть, допустим, если это скади, то вы не будете всех замедлять. Вы будете замедлять только начальную цель, которую убьете. К слову, друзья, я уже заехал слишком далеко. Давайте посмотрим, что у нас вообще делает эта способность. Нажимаем хоткей F и в радиусе 1000 единиц будут раскидываться такие ракетки, улучшая наш дэмэдж. То есть, как? Независимо от того, сколько у нас тут целей, дэмэдж будет во всех разлетаться. Этот дэмэдж у нас считывается так. Неважно, сколько вы наносите начальному вот этому, кого вы атакуете. И дэмэдж будет считываться на основе вот этого урона и плюсанутого. То есть, он складывается и примерно сносит столько же именно. То есть, 330 плюс 76 получается, ну сколько? 400 урона будет сносить. Неважно, друзья, как у нас тут вот все. То есть, неважно, как вы вот этому персонажу будете наносить. И самая прикольная тема это то, что данная способность у нас также будет наносить урон. Если вы соберете крит, вы думаете, что всем будет вот так вот крит вылетать, то это тоже неправда. Посмотрите, дэмэдж нанесся этому больше, а этому, соответственно, вот этим крипом, соответственно, меньше. Друзья, поэтому не стоит думать, что если вы соберете бурезу, то всем будет крит разлетаться. Также по орб эффектам. Напоминаю, если вы собираете скади, там дифуз и тому подобное, или дезоль, вы бьете основную цель и разлетаются ракетки, и вы думаете, что там орб эффект тоже на них налетит. Нет. Это не так, друзья. Ну и что ж, переходим к уровням прокачки. Смотрите, на первом уровне 3 такие атаки у нас доступны. На втором 4, на третьем 5 и на четвертом 6 атак. КД 30 секунд, монокост 50. При этом, когда мы юзаем канон, у нас тут уже написано, сколько у нас атак доступно. При этом, если вы не успеете выстрелить эти все 3 атаки, 6, 5, 4, неважно сколько атак, в зависимости от уровня прокачки, через 15 секунд эта способность у вас выключится. Поэтому, друзья, торопитесь и стреляйте, и душите. Я обычно захожу вот сюда на ХГ, на ХГ захожу, юзаю БКБ, бью тавру, вот сюда поближе подхожу, и чтобы в 1000 АОЕ всех раздамаживало. И, так сказать, пассивно пушишь плюс дамаж. Очень интересно. Я люблю эту способность, реально, я не скрою, потому что она позволяет очень легко выфармливать. Лимита нет, это мне тоже очень нравится. То есть, чем больше крипов, тем больше героев, тем нам все равно, так сказать. То есть, всем крипам, героям разлетается эта способность. Ну, кроме таворов, естественно. В тавора это не летит способность у нас. Если вы бьете тавр, то от тавра будет отскакивать. Если вы бьете вот тут крипов, то в тавра и в колодце там всякие оно лететь не будет. Вот это нужно тоже запомнить. Ребятки, в общем, по этой способности все. Надеюсь, вы поняли, что эта способность не раскидывает орбоэффекты. Орбоэффект будет работать только на одного персонажа. Также с МКБшек вот эти все станы, они не будут учитываться. Дэмэдж основан на том, не сколько вы наносите оппоненту главного, которого вы убьете, а именно с вот этого вот и вот этого дэмэджа. То есть, основным вот этим персонажем, которым будет разноситься этот урон, будет учиться вот этот вот дэмэдж, а не тот, который вы наносите. Надеюсь, вы это запомнили, друзья. Что ж, переходим уже на ультимейт. На ультимейте тоже сочно и очень интересно. Поехали. Касаемо ультимейта у нас, друзья, тут на самом деле все просто. Ультимейт у гиролета очень простенький, имеет свой кд, монокост, конечно же, дэмэдж, и эта способность очень интересна. Также тут есть агоним. Давайте посмотрим, как у нас в целом работает эта способность, чтобы понимать, как правильно ей пользоваться. Смотрите, ходки у нас с С, вот такой вот у нас вот АОЕ появляется. С, С нажали, АОЕ вот такой появился. АОЕшка у нас 600 единиц. Дальность применения этой способности 1000 единиц, друзья, 1000 единиц. И давайте, наверное, сначала посмотрим, как он вообще работает. Закидываются у нас вот такие ракетки. Смотрите, полетела. Первая ракетка падает, замедление. И вторая. И очень сильно замедлены у нас оппоненты. И такая вот зона у нас тут есть, да. Эта зона видна только нам и нашим союзникам. И что ж, на что хочется обратить внимание? То, что если вы будете закидывать туман войны, то маленький такой вижен дают. Видите? Маленький вижен. И вроде все. Вижен пропадает, как только действие этих ракеток заканчивается. В чем прикол этой темы? Вы уже поняли, что тут две ракетки. И причем, вы видели, обратили внимание, что там есть какое-то замедление. Сейчас я вам расскажу, как это все работает. Смотрите. По уровням прокачки у нас тут написан урон. Урон с первой ракетки и урон со второй ракетки. Первая ракетка на первом уровне будет дамажить 250, а вторая 100. На втором уровне 300 и 150. И на третьем уровне 350 урона первая ракетка и вторая нанесет 200. КД будет у нас 55, 40, 45 и монокос 125 единиц маны. Давайте сейчас посмотрим досконально и разберем наш ультимейт. Смотрите, закидываются ракетки, полетели. Первая ракетка замедляет на 2 секунды, при этом замедлит на 30%. Если вы не выйдете с этой АОЕшки, вторая ракетка прилетит и замедлит вас уже на 4 секунды и на 60%. Это очень-очень жестко. Посмотрите еще раз. Первая ракетка замедлит у нас на 30%. Мы не успеваем выйти и замедляет вторая ракетка на 60%. При этом это очень дикое замедление у нас получается, что мы почти стоим на месте, друзья. Поэтому если в вас прилетает одна такая ракетка, вторую постарайтесь закайтить. Потому что очень дикое-дикое замедление, друзья. По демеджу, я думаю, также вы поняли, все очень просто. И вот это время подготовки тоже раз, два. А через 2,5 секунды примерно у нас приземляются эти ракетки. И с небольшим интервалом наши оппоненты будут, так сказать, замедлены. Друзья, в общем, вот такая вот у нас интересная способность. Как пользоваться этой способностью? Решать вам. Вдруг вы вот так вот закинули миссл, да? Так вот, опа. И видите, что сейчас этот миссл уже настигнет оппонента. И вы вот так вот закидываете. Он пока замедлен. И все, у него, смотрите, там уже шансов нету никуда деться. Можно использовать эту способность так. Либо просто для того, чтобы подфармить. Так, друзья, у нас тут был еще аганим. Сейчас я о нем вам поведаю. Но не стоит забывать, друзья, что демедж, который мы наносим этой способности, это у нас магический урон, который также не будет работать у нас в БКБ. Но замедление можно, кстати, снять очень легко мантой. Там, допустим, еулом. А лучше всего эту способность просто закайтить. Либо выпрыгнуть оттуда с даггера, либо еще что-то прикольное сделать. Например, закайтить мантой, друзья. Поехали смотреть аганим на этого героя. Тоже очень интересно. Итак, друзья, берем мы аганим на нашего персонажа. И посмотрите, какой прикольный эффектик у нас. Начали гореть наши вот эти турбинки. И что ж у нас улучшается? Как вы можете заметить, у нас немного повысился демедж со второй ракетки. А именно, вот так он повысился. На первом уровне у нас демедж с ракетки стал 175 урона со второй ракетки. На втором левеле 225 и на третьем 275. Примерно, смотрите, как у нас было. Первого снаряда у нас... Ну, как первого снаряда? Первой ракетки у нас был демедж так. 250 и 100. А стало 250 и 175. Ну, в принципе, по чуть-чуть добавляется, да? Но в совокупности у нас уже получается 350 и 275. Это уже более по-серьезному. Но самая интересная фишка не в том, что повысился у нас демедж. И не в том, что там КД, не КД. КД и монокост остаются у нас неизменными. Посмотрите на это. Допустим, сюда. Гиролёт откидывает ракетки. И ракетки полетели у нас вот сюда. Да, действительно, друзья. У нас становится глобальное применение данной способности. То есть вы можете либо попытаться кого-то застилить, либо просто как-то попробовать добить или отпушить, друзья. В общем, вот такая вот у нас агонимная способность на нашем персонаже. Очень прикольно. Но, если честно, я никогда агоним ему не собирал. Вот клянусь. Никогда. Реально, никогда, друзья. Но сегодня мы это дело поправим. Сегодня для вас я заготовил уже несколько игр. Керри-каточку и, конечно же, мэджик билд через агоним, друзья. И, конечно же, через этериал. Я думаю, получится очень интересно и годно. Друзья, в общем, всех поблагодарю за то, что смотрите. Спасибо всем, кто болеет за меня, кто душит, кто смотрит гайды. И, конечно же, друзья, пишите, какого героя вы хотели бы ещё увидеть в гайде. Но не забывайте, что гайдов уже очень много. И осталось там буквально 20 героев на гайды. Ну, а потом начнём старые гайды переписывать. Потому что там совсем неопытные гайды. Информации очень мало. Игр мало. Там одна игра вот на зето вообще там 20 минутка. Ну, вообще ж неинтересно. А хотелось бы увидеть в моём исполнении каждого героя. Правильно, друзья? Правильно. В общем, друзья, всем пожелаю приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Лайкайте. Гу! Блин, 500 лайков поставим, друзья. Я буду очень благодарен. Потому что в среднем 450 лайков за 10 тысяч просмотров вы ставите. Ну, можно больше. Не знаю. Я, в принципе, наверное, больше и не заслуживаю. Но хотя бы те, кто смотрит, друзья. Спасибо, что ставите. Ну и что ж. Не буду тянуть. Поехали смотреть геймплей на нашего персонажа. Голюбая луна, голюбая. Ну так, друзья. Загружаемся мы. Что ж. У нас сегодня гиролёт. И сегодня... Уф. Мет. Идём на центральную. Гиролёт у нас это центральный персонаж. Можно его ещё использовать как четвёрку, в принципе. Но как четвёрка он очень слабенький, на самом деле. Но мы всё равно такую качку стрессу, скорее всего, попробуем сыграть. Ничего в этом у нас страшного нет. И поэтому, поэтому, друзья, я считаю, что, ну, на самом деле герой такой себе. Но в лейтгейме он может разносить. Но у него тут, как бы, свои приколюхи есть. Но ничего. В общем, кто нам будет помогать и кого мы будем бояться. Так как у этого дэмэджа совсем... Ой, как у этого героя совсем дэмэджа почти нету в начальной стадии. Его, конечно, загангать. Станы, хиксы, всё как сайлансы. Может, изи. Но мы можем пользоваться преимуществом скорости передвижения, конечно же. Ещё сделать фейзы до кучи и тому подобное. Билдов на него очень, в принципе, существует множество. Чё хотите, можно, в принципе, собирать. Но я собираю его через доминатор, сатаник, через бабочку. И это единственный персонаж, кстати, кому я бабочку именно строго пытаюсь собирать. Потому что всё-таки с третьим спелом, как бы, самое то. Самое то. Как бы, вот так вот. Ну и, в принципе, вот такое вот дело, друзья. Вот такое вот. Сейчас попробуем что-то выгонгать. На центральной линии будем качать. Будем качать. О, ясно. Эээ. И как сюда попал? Как сюда этот там хелс попал? Сидите. Ору с него. Ну да ладно. Кстати, будет там тракса очень сильно помогать. Вот тут вот демедж увеличить. Это круто, на самом деле. Первый спел, конечно же, такое у нас, на самом деле. На этой карте он немного слабоватый, этот спел. Если на 83-й карте вы спокойно качали первый спел и душили, то это изи. На этой карте, к сожалению, это не так сильно прокатывает. Но на руне всё равно можно взять первый. Но желательно избегать файтингов. Потому что, ну, стан на первом левеле, ну, такое. Ракетка пока долетит. Ну да, заглушите вы немного оппонента. Ну, чуть-чуть. Но всё равно. Как бы такое. Но на руне всё равно лучше взять, наверное, будет первая. Так что давайте будем брать, если что, next time первая. В общем, какой у нас тут расклад? Смотрите, по пикам вроде там, ну, не такое страшное, как могло было быть. Но изи за душем, я думаю. Так, у нас тут саппорт хочет руну отжать. Оп, то отжимаем мы, как говорится. Ещё сейчас куру заберёт, да? Ты, ты сапп, лоу. Прикольно, парень, жалуется, что... Дай мне, зачем тебе? Кто у нас на миду будет? Бойник. Если он нас будет задрачивать, то мы тоже будем его задрачивать. Третий сразу берём. Начинаем задрачивать. Хорошо. Ой, куру нас забрали. И постараться как можно лучше отластхитить, друзья. Оп, хорошо. И качаем второй. Первый мы, скорее всего, тут сильно качать не будем. Надо ещё тычку дать её. Течалька, если дал ещё тычку. Первый сильно качать не будем. Будем максить в любом случае второй. Второй спал, когда максис, тогда намного интереснее, намного круче игра у нас проходит. Давайте куру сразу возьмём. Открываем круги силы. Как Азиас учил, так сказать. Он сейчас будет дамажить меня нормально. Но прогоняет, пацан, прогоняет. С линии. Не обязательно бить бойника. Нужно было просто подходить к крипам и задушивать его с помощью сплэша, так сказать. Ракета первого левела. Ну, почти ничего не нанесёт, но пусть. И, кстати, первого левела ракета очень легко сбивать. Если вы видите, что в наглый вертолёт ставит её, то её очень легко сбить. Очень примитивно, на самом деле. Это вся тема. Давайте возьмём Сентрик один. Киллочку мы всадили уже, поэтому... Мид будет в любом случае успешен. Я тут более чем уверен. Просто добиваем крипов. Максим второй. Потом покажу, как правильно подбычить. Сейчас от Тавра сыграем. И будет всё окей. Окей. Давайте возьмём армор. Против Бонника надо армор брать, потому что второй спелл у него физикал дэмэдж. Вот и все секреты. Он одрачивает. Ну, Бонник молодец, понимает. Что нужно делать? Оп. Скинули ракеты. Давайте закинем вот так вот. Ботлик сделаем. Возьмём первый. Надо Ботлик делать. Да, промах. Оп. Минус пол лица. Эх, как я так не увидел. Но пока я следил за Бонником. Ботл надо, ребят, выформить. Тогда мы будем задрачивать. Вообще пострашно. Просто видите, тут Куру купили ещё. Ещё дополнительные моменты у нас были. Стараемся Бонника дамажить с третьего. Стараемся. Это нам поможет. Выигрывать линию. Так, прогоняем по чуть-чуть. Опа, там Акс леса гоняет. Но нет у меня ничего. Сейчас бы второй, да, ребята? Всего 130 маны. Казалось бы, да? Ботлик сделаем. Сейчас будет хорошо. Ребята, надеюсь, там Акса заберут. Заберут там таракашки ещё. Под Траксой, конечно, у нас хитить по кайфу. Не забывайте, что нам нужно сделать дефолтный крипстат. 53 крипа. Это у нас самая пушечка. И максимум ракету, ракету. Ещё два крипа. Вот этот и ещё один. И будет у нас уже хороший такой ботлик, который даст нам больше маны. Соответственно, Бонника вообще тут не будет. Бонник и так уже ушёл на базу, потому что очень много magical damage у нас со второй способности. Ну и физикла мы выносим с третьего. Это круто, друзья. Поэтому пользуемся этой всей темой и успешно выигрываем мид. Прогулял я крипчика. Двух целых. Бонник идёт. Наверное, будет сейчас очень... А, не Бонник, тут некор идёт, да? Некор тоже, кстати. Задушим. Давайте скинем ракеты. Хорошо. Можно чуть похопать за этого крипа, потому что нам сейчас ботл придёт. Не добил. Плохо, но тороплюсь. Тоже хочется быстро полосхитить и на руну выйти. Акату можно нажать первый, но на 83-й он вообще намного лучше работает, этот первый спелл. Ничего страшного. Так, есть у нас 6-й левел. Можно гангнуть Акса, если тут... Ага, не активка. Давайте на вот этого пацана сейчас накинемся немножко. Чуть-чуть совсем. Хорошо. Сейчас пойдём под Т-шку. Закидываем ракету и есть у нас первый уже. Добиваем. Хорошо. Всё, вот она вся игра. На вертолётике. Сейчас подождём крипов. Сильно не хапаем. Всё. Крипчики есть, можно возвращаться. И максим опять ракетку. Берём. Аквилку. Ману. И ТП-шку. Мана нам нужна, потому что тут очень большие монокосты. Сейчас юзаем. Ботла одного нам не будет хватать. У меня соло-курьер, потому что забрали куру и всё нормально. Так, хорошо. Бонника там душат. Бой-бой-кается. Дефолтный лифт, наверное, какой-нибудь будет. Оп. Всё. Укомплектовались немножко. На низ руну я не пойду, потому что вроде ребята внизу подконтривали. Я не смотрел. Не смотрел. Ах, бойник умрёт сейчас, смотрите. Ливнёт. На что спорим, ливнёт? Если умрёт. Не умер, кстати. Более чем уверен был, что ливнёт. Опа, некр пришёл. Давайте ставим ракету. Он будет отходить. Сейчас скрипом даём армор. И идём под Т-шку смело. Опа, ракетах. Ульта, ну просто и всё. Вот так третьим можно, кстати. Готово. Третьим спеллом добили пацана. Я качаю обычно после того, как раскачал ракету, третий. Потому что начинаю уходить в эншентов, чтобы легче было фармить. Но, если у вас очень агрессивно и очень много фрагов сыпется, то желательно. Вам знаете, что делать? Раскачивать первый. Это будет куда круче. Куда круче это будет, на самом деле, друзья. Так, идём сюда. Тут сейчас бойник будет, по идее. Нам главное в него второй поставить. Там уже пофиг, что будет. Второй поставим. Будет уже нормалды. А сейчас вот тут, ребят, встречаем. Опа, опа, опа. Всё, в инвиз ушёл. В инвиз ушёл. Не успел я немножко. Будет классно, если он сейчас тут будет пробегать, чтобы закушать какого-нибудь крипа. Нет, походу не будет, да? Салу на мид пришёл. У нас есть сейчас дефолтный Face Boots, который будет помогать нам передвигаться намного быстрее. Сейчас можно вообще добыл пил сделать красивенький. Если ракету заряжу сейчас, ультуем туда. Опа, и с первым заходим. Вот так вот. Хорошо. Душим, гиролётом. Да вообще пофиг, братан. Сбиваем сразу первым с полом. Сбиваем. Вот это вот бесит, что... Вот если нажимаешь, бинды вот так биндами перекидываешь. Короче, а инвентарь, если нажимаешь два раза на артефакт, получается вот так вот биндом. То есть, как будто вот, ну, дабл кликом. То артефакты разбираются. Это немного, мне кажется, непродумано. Ля, там бегут. Четыре хп, пацан, уходит. Это жёстко. Так, берём руну. Хорошо. Побежали. Вниз почему-то, ребята, бросили. Там, смотрите, на топе весело. Опа, минус зомбик. Я бегу. Дабл килл. Дабл килл ребята делают. Давайте в него ракету поставим. Ой, я бегу, 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 бегу. Мне главное кинуть вот эту штуку. О, иглобалка. Спасибо за подписку. Спасибо. О, всё, закинули. По-моему, не попал я. Ультом? А, не, попал. Он умер. Там очень много дэмэджа будет. А так, что сделаем? Найс. Найс. Хорошо. Минус мид, да, походу? Гоу. Вот этими гиролётами затанчим. И табор наш. Шаман тоже пришёл подпушить. Оп, хорошо. Изи, забираем тэшку. Вообще, вертолёт это у нас такой персонаж, который очень много дэмэджа будет вносить в файтингах. Поэтому желательно не фармить тупо, не стоять АФК, а душить. Ну, если честно, иногда боюсь душить жёстко, потому что оппоненты, мне кажется, что ливнут, если я буду очень жёстко душить. Поэтому иногда... Так, вот этого пацана догонять будем, надеюсь... Ну, он, кстати, вот, надеюсь, Монолик. Так, ушёл на ТП. Он, ракетка, полетела. Монолик, он, Макси, парень, там. Ковывает наружу, на руну сходим. Ракета за ним полетела. Ну, её изи сбить, на самом деле. Тобора очень быстро сбивают. Ну, за 10 тысяч тобора собьют. Давайте стакнем, пойдём и заберём руну. Можно взять дасты сейчас. Если бойник будет вылазить, то бойник будет... Смотрите, у него пол лица отлетит сейчас. Ах, не отлетел. Не долетела ракетка. Ничего страшного. Так ракета может по всей карте летать, это круто, на самом деле. С такой, своеобразный спелл, да, согласитесь? Но интересная механика. Ля, дабл дэмэдж. Дабл дэмэдж. Ой, бойник там душит траксу. Рак! Да, знаете, такое. А чё тут один крип стоит? А, это... Ладно, бойнику оставлю, пусть. Он тут кушает. Бойник кушает крипа по КД, я не буду давать ему крипа. Я хочу крипа нормального взять, на самом деле себе. Давайте возьмем сатира. Погнали на топе подеремся с ритом файтинги. Сатира себе возьмем, вот сюда поставим. Специально будем стакать с сатиром. Ребята там. Я лучше центральную выформлю. Сатира успевает, да? Сатира успевает. Мы сейчас задуем просто и всё. Вот так вот. Чпоньк. Чтобы не тратить время. О, он там этот... Динозавер этот помойный. Он напрягает свой третий спелл и, короче, уходит в АФК. Вот это бесит, вот эта тема, если честно. Так, давайте ТП возьмем. Чё мы без ТПшек вообще? Это неправильная игра, если играем без ТПшек. Бесит этот динозавр. Вон он остановился и я не стакнул. Прикиньте. Бесячая тема. Жесть какая, бесячая. Динозавр просто тупо останавливается. А у меня 70 урона, лол. Тупо останавливается динозавр и, короче, делает мозги. Чё я обычно делаю на вертолёте? Я обычно делаю Яшу сначала, потом ухожу в манту. Либо БКБ. Смотря что нужно быстрее сделать, что нужно. Что, так сказать, по динамике игры нам нужно впервые. Если есть какой-то Сайланс, то чтобы Сайланс снимать, конечно, манта. Чтобы магический дэмэдж весь переживать. Ах ты, крыса, смотри, что делает. Видели? Чтобы магический урон какой-то сносить, то, конечно же, надо сделать нам такой артефакт, как... Как БКБ. Вот и всё. Вот и всё. Боник, чё тут фармишь, братец? Зафармим, а то Бон и спалил эту тему нашу. КБКБшка имеется. Всё равно будем стакать себе. Опять возьмём крипа. Вообще, надо было подраться под блокинг-баром. Сейчас пойдём и душить будем. Гоу, подерёмся, чтобы пацаны не расслаблялись. А то сильно расслаблены играют. Боник вообще расслабился. Так, вот этого пацана сюда. Некор уходит. А вот здесь заберём крипчиков. Сейчас скачаем ультимейт. Вот этих крипов стакнем. Оп, хорошо. И сейчас вообще оппонентов на карте не вижу. Чё за фигня? Нормально. Оп, стакнулись. Хорошо, счёт зафармим их. Этого пацана сюда ставим на холд. Отфармливаем. Можно первый включить, чтобы динозаверов подамажил. Но не сильно много дэмэджа, конечно, внесём. Но всё равно. Не сильно много дэмэджа. Можно взять какого-нибудь аурера, чтобы он был рядом с нами, когда мы фармим эншин. Вообще, на этом герое я никогда не фармливал вот эти обычные споты. Ну, очень редко. В основном фармливал вот эти вот... Жёстких вот этих крипов, потому что... Герлёк с третьим спеллом очень жёстко их фармит. Рилли, согласитесь. Откинем ему ракету. Пусть это стоит. Вообще, ракетой всегда напрягайте оппонентов. Чтобы парни всегда были такие, блин, опять ракету на меня кинул. Сейчас ракета откатится, и она не стопэхнусь. Поехали. Бойнику сейчас сразу накидываем. У него сколько там? Тысяча хп, да? Пусть ракета летит. Мы сделаем вид, что мы дуралеи. Я не успел стакнуть себе. Это плохо. Let's go, let's go, let's go, let's go. Опа, попал. Поехал. Вот и всё. Весь бойник. Но я себе не стакнул, но... Бонника забрали. 14 минут, надо руну забрать. Фармливаем просто пока что. Кстати, я не помню, сделал я дефолтный крипстат или нет, но по-моему нет. Дефолтный крипстат, по-моему, я себе не сделал. Можете, сделал, не знаю. Но фармим пока. Но хочется подраться. Но, ребят, видите, тимфайты не делают. Там, а хочется такой же жесткий замес прям. Раскачивает третий, потому что эншитов часто сейчас будем фармить. И третий нам нужен будет. Погнали на центральную. Смотрите, там сколько крипов. И сейчас стакнем вот этот лесочек. На 53. Третий. Вот сюда крипа. И дальше идем. Дасты нам нужны. ТПшка нам тоже нужна, друзья. Так вот делаем. Аквилка тоже нам нужна. Можно что-нибудь отдать Яшу? ТПшку выкидываем пока. Вот так вот делаем. Все хорошо. Жалко, я себе ману кинул, но придется ее просадить. Придется ее просадить. Ребята там дерутся, да? Да, фидят, фидят. Погнали. Подеремся, наверное. Так, 28 секунда. Следим за нашим крипом. Ля, он просто, Бонник, там стоит и не дает мне стакать. Прикиньте. Бонник не дает стакать. Бонник не дает стакать. Я тут не успеваю. Надо не палиться. Хорошо. Хорошо. Бонник не дает мне стакать, прикиньте. Пытается их фармить, короче, там этих крипов. Хитрая жопа на Боннике. Рокса душит, да? Хорошо. Я так со спины немножко тут побыкую. Прокачали два левела мы сейчас, но не дает стакать. Бонник понимает, видимо. Понимает. Злой хейтер какой-то на Боннике. Я все равно свою выформлю. Все равно свою выформлю. Главное аккуратно подфармливать. Если команда у вас подсасывает, вот допустим, если бы сейчас у меня команда сосала, я бы скорее всего сделал бы себе БКБ. Я вот бегаю, просто руны собираю, подфармливаю. Сейчас вниз пойдем. Низ пойдем, сейчас стакну крипов. И идем дальше. Ну, сейчас манту сделаем. Оп, стакаем. Оп, хорошая рунка, поехали в лесочек. Я думаю, нас не убьют, но Акс может убить, но у нас, смотрите, сколько армора. Армора очень много. И это может решить нужный момент. Хорошо, забираем. Хорошо, такой нижний тавр. Возможно, у нас тут сейчас Бонник еще придет. Крипом даем армор. Аквилу не выключаем, тут потому что пушить будем. Можно даже иллюзии поднять. Сейчас крипов вот этих смоем с третьего. Сразу. Котл напрягает, это плохо. Надо отойти. Котл на деф пришел. Опа, глобалочка. Сам влетел еще, вижу. Заберу его. Хорошо. Заберу его. Такого забрал. Эх, и не успел стакнуть. Блин. Пойдет. Нормально, раздамаживаем пацанов. О, хоста. Хоста, можно еще кого-нибудь убить побежать? Давайте вижен дадим. Вижен, жаль, вижен пропал уже. Сосало дальше пойдет, он умрет. О! Я без мана остался, походу, да? А нет. Эх, застанился. Но у меня хоста. Три секунды, кстати, у Манолик раскачан-то. Опа, ну догоню все равно. Давай-давай, на пейзах. Хорошо. Хорошо, догнал. Хорошо. Хорошо. Так, поехали. Еще стакаем. Давайте бабочку просто сделаем сейчас. Бабочку просто давайте, почему нет? Такой тайминг хороший. Эх, жалко, не стакнулись. Грибы протупились там. Хорошо. Зафармим. Сейчас чуть-чуть вот этот грибы и все. Бабочку просто. Ну, желательно, ребят, делать БКБ сразу. Ну, я вижу такое, что у меня перефарм, мне тут нечего бояться. Я сделаю себе просто бабочку сейчас. По фану. Но желательно сделать было манту, потому что там Монолик. Там Монолик. А Монолик как-то надо снимать, как вы знаете. Хорошо. Просто 19-ая минута, бабочка. Вот что делают стаки. Сейчас хорошую драку сделаем. Ребята забайтятся. И я просто минус 6 могу сделать. Минус 6. Просто минус 6 могу сделать. Так что вот так и живем. 1100 хп, бабочка. Понимаю. 200 урона. Сейчас можно просто идти и заканчивать. Очень грязная игра у нас такая получается. Оппоненты в шоке. Опа, Ахевич. Поймал. О, Бонник вон, смотрите, опять стоит. Сентри. А, он пошел блочить, вы поняли? А мы вот так вот сделаем сейчас. Блочить пошел. Видели, он пошел, у него сентри был. Он сюда сейчас поставит. Криса. Поняли, что делает? Криса какая. Ботл давайте, скинем. Давайте поставим. Вот тут. Опс. Тут сентри. Но если он сюда куда-то дальше поставил, то это плохо. Можно ботл. Спасибо. Хотя давайте ботл уже сольем. Что нам этот ботл? Не писано что ли? Не как оно? Посмотрим, заблочилось я стак или нет. Потому что я не помню. Вот помню до сюда хитбокс. Да, все нормально. Нету там блока. Смотри, убивается в БФ. Ой, хорош. Забрал на характере. Ну почти, почти. Почти. Нам нужен крип. Ребятки. О. Тут некор, кстати. ХП видели у крипа? Уменьшались. Поехали. Гиролёт душит. Стоим на месте, потому что наш монолик действует. Аккуратненько. Все, уходим. Уходим. Так, волчару на стаке. А, я не успею простакать волка. Надо самому лететь. Гоу, бабочку включаем. ММС стак, М522 пойди. У нас должно быть. 493. Угу. Ну так, значит. И волка на низ. Сразу. Волка на низ. Вот, хорошо. Вот здесь стакнем. Пусть ребята. Оп, стакнулись. Сто процентов. Волчара уже ждет нас там пар. Иду я. Как не добил. Да. Неужели не куснул? Не куснул, волк. Прикиньте. Рак. Да? Пойдет. Next. Что будем делать? Можно сделать БКБ. Можно сделать манту. Я, наверное, манту сделал. Нам нужны статы какие-то манта. Скади и ГГ поехали. Ребята там в миг пошли, да? Опа. Побежали. Ребят, я по низу пойду. Ребята у нас душат там. Страшно просто. Страшно, ребята, душат. Так, сам. Они тупо хаги там втроем ломают. Бойник забрал. Надо хаги дефить, а бойник там бегает afk. Ну, изи как-то походу. Музыка точка. Мид сносим просто. Есть. Отлично. Есть у нас манта до кучи. Сломали на изи. Вообще изи катка. Просто изи катка. Изи катка. Изи катка просто. Опа. Опа. Ну, там уже не стакнем. Регенчик. Хорошо. Регенчик. Оп. Хороший артефакт. Еще один. БКБшка. Скади. Сатань. Все. Наш билд готов. Так что так и играем. Так и играем. Задушиваем быстренько. Оппонентов. На иншентах. Оп. Хорошо. 19 левел. Студию. О, кстати, у нас там кто? Ближний к нам. 14 левел. 13. Ну, выкинем все с тпшкой. Пойдем в наглый просто один на пять. Апача. Ну, заберем его. Сейчас бы мне звонить в 12 ночи. Алло. Да. Ну, я в гайде. Я перезвоню, давай. Понимаю. Так бывает в жизни. Вовремя главное позвонить. Главное вовремя позвонить. Гуралеты. Ляун убежал. Пол лица отстегнулась. А где волчара моя? Волчары нету, да? Съел, походу, бойник. Не знаю, не уследил я за дракой. Вообще. Го, понизу. Вынес. Изикатка вообще у нас получается. Ваш пей, изикатка. Шансов, мне кажется, у них очень мало. Ля, вообще лес пустой. Прикиньте. Прикиньте. Так, ну, шаман минус. Что сказать. Молодец. Шаман минус. Ля, вообще леса нет. Весь лес зафармили. О, Бунифлютчер. Арчи дик кидает мне. Арчи дик кидает. Хитрюга. Бунифлютчер. Давайте здесь заблочим кэмп. А здесь мы наоборот посмотрим, что у нас есть. Сатир, не сатир нам не нужен. Все, поехали. Поехали. Манта есть. Все есть. Давайте аксу поставим ракету. Поставили. О, так он сам к нам пришел. Душим. Кайф. Кайф. Акс покидает. Панка точка. Жесть. Это жестко. Панка точка получается. Спокойно. Не сломали. Просто стою, бью. Изи. Тавер. Легкий герой тоже так. Просто авто оттащишься. Хорошо. Хорошо. Го в бараке. Сносить рапиру возьмем сейчас. Лунные колодцы. Рапиру. Рапиру. Вообще изи катка. Ну и по такой системе будем, в принципе, играть. Будем стакать. Уничтожаю просто с помощью третьего. Все. Погнали рапиру брать. Аксом там бефят. Я рапиру пошел брать. Изи катка. Получается. Пипы там душат. Оп. Есть рапирка. Я обычно по дефолту так одеваюсь. Рапира там все такое. Чисто. Почему нет? Даже без блэкинг бара. Третий есть. О, сейчас пойдем. Акса душить. Акса душить. Делаем вещь, что мы дурочки. Абмчику. Да это да вот так вот сделаю. А, убить хочешь? Не больно. Понимаю. Кофе убивает. Просто это вам гиролет на перефарме получается. Да. Получается гиролет на перефарме. Бойник, убивай давай. О, щит. Отдай им рапиру. Зачем им рапиру отдавать? Вы офигели что ли? Пойдемте еще купим что-нибудь жесткое такое. Еще рапиру можно. Окей, вот я не знаю. Вот в гайде, наверное, буду такие изи катки вставлять, чтобы прям, ну вообще в салат была игра. Показано, что вообще в салат. Интересно же тоже такое посмотреть. Так сказать, в гайде игра без смертей называется будет. Игра без смертей. А потом дальше посмотрим, что-то как. Шаман идет, змеек ставит. Ну, он змей поставит, закончит сейчас. Гоумуншарт возьмем. Змеек поставит, закончит сейчас. На вставочку. Не. Ез. Слишком. Слишком ез. Го, вот эта вот штука вот сюда. Типерстоун. Ой, мы просто быстренько скинем все, короче. У нас 500 урона и атак спид такой, что мы просто вот так раскидаем, короче, свой третий и все. Пацаны будут в шоке. Он сейчас Стракса байтит. Я просто зайду и взорву всех там. так 3 есть есть все погнали просто находим цель которую убьем и все просто взорван и сюда умирает даже не хочу закупаться беги не хочу даже закупаться можно было схавать маншат купить этот нас купить себе ghost ну такое не прокатила нас игра без смертей ребят на очень первая катка не знаю слишком easy один ассист только блин прикиньте я в соло все это время душил заходил соло или добивал или додушил гг пойдем сейчас next-овую катку посмотрим что у нас получится в другом билде но походу тут еще нет ни гг не easy кат когда бойник сейчас затащит походу шамбоны затащит походу давай бойник сейчас шаман просто змей поставит и гг дерется понимаю трон забинаете жаль нельзя порная фигня и стопорные одеть next там будет немного пожёстче у меня 24 левел джесть немного пожёстче но я забыть что тоже хотел там ультру сделать еще одно одно скушать маншарт купить гоуст как профессионал но что-то как-то не про поеду на самом-то деле просто смотрел как умирают next time обязательно так сделать так чё у нас сейчас есть муншарды да сейчас пойдем просто в наглую заберемся изи изи все поехали там бм кстати убойник я могу обм просто убиться чем у меня манта есть у манта есть бабочка если по мне просто не попадет поехали додушивать ребята расслабились ребята расслабились вот ракета летит не все равно 200 урона как бы это очень много промахи кину хорошо 2 3 четвертый давай 5 иди сюда о давай и тогда 5 и 6 давай 6 6 ах как сентонел из смысле в т.ф. ну гг окей ну почти шестерых купил окей ребят поехали next того как надеюсь сейчас будет по потному немножко эту катку мы сыграли хрен с ним пойдем сейчас next овую должна быть попаднее немножко это слишком изи было так друзья поехал у нас next овая катка сейчас постараемся сделать ее очень агрессивной очень жесткой друзья что ж берем гиролета скорее всего дефолт как-то пойдем не знаю посмотрим сейчас смотрим что у нас команде будет о секрет ворио нам нужно быть дэмэдж уходить ребят потому что секрет ворио это очень серьезно и только дамагом его убивать бреста тоже только уроном души возможно сейчас будет очень интересная игра давайте попробуем показать все на что способен наш гиролета сайлансера взяли это хороший пик танцоров взяли хорош пик так что что мы тут будем опять делать мы будем делать тут то же самое что и в первой игре но только к ты должна быть более интересно а на третью катку мы приготовим magic билд сейчас постараемся в лейт полностью выйти чтобы у нас такой сатаник там скади но вы поняли бабочки все что нужно для того чтобы круто круто провести время в этой катке за 60 минут пота такого жестенького посмотрим сами кого не возьмут может тут вообще игры в принципе не будет так что друзья продолжаем посмотрим кто быть на миду если на миду будет хускар то через третий будем играть чтоб не подходить и дамажить его и второй третий второй и второй 3 2 упс я что-то уронил упс саппорт 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 салича взяли это жестко линкал а уедуэ но акс хочет прям целенаправленно вижу что он будет пытаться забирать руну еще видимо акс у нас такой недалекий но судя по тому что акс написал мидер декура тут уже в принципе все вам понятно должно быть по аксу это будет фит машина и фев сразу ливни ливни руль лучше сразу а бобровым рун у него отжать монеточку так вот сделаем посмотрим у кого самая быстрая рука на диком западе опа у меня получается самая быстрая рука на диком западе и рак сейчас напишет он чен буи ничего страшного так кто там на миду лич сапог лич будет душить но лича у нас шансов больше выиграть нежели чем хускаром хускаром будут проблемы он сразу пацану вот так вот немного дадим покурить пол хп но у него сапог видите у меня куры нету будем брать ракету нет смысла первого левела закидывать лучше сохранить ману а купим куру подластхичиваем как можем очень тяжело будет с ним очень тяжело будет с ним нужно еще вижена себе купить кстати очень нужно вижен будет по лично сейчас по ходу умрет 120 этом ухо умер nice хорошо лич погиб на миду лич погиб нормально первого левела ракеткой нормально ему там задамагнула злой злой стик ребят нужен будет тут надо будет стик сразу сейчас принести с расходника стик сразу все поехало это будет еще нового гадать не надо но у нас уже расходник идет хорошо хилимся выкидываем в рейсбэнд хорошо первый качаем закидываем ему ракету пусть пацан идет под тавер мы спокойно пофармим боттл бы желательно выфармить чтобы с ним на одном языке разговаривать пол лица у него просто бах хорошо хорошо как он хапает бедняжка не хватит на маны на ракету хотя мог бы его убить была бы ракета да казалось бы просто ставишь ракету и фраг твой давайте боттл попробуем выфармить сейчас пойдем на рунку погнали сюда потом на нижнюю сходим вроде ребятки там что-то насилуют их на линиях будет хорошо если катка будет очень потная так кого-то убили там нашего союзника убили да феникс тоже умрет сейчас вот так вот делаем жалко что не забрал крипа но ничего страшного хорошо а к ракету так сбежит я не пойду нет смысла не пойду нет смысла сайленсер работал мартретка пофармить пришла бро я не дам тебе тут фармить не дам тебе тут фармить парень только руине будет хорошо я побоялась что он еще заберет у меня артефакт гол на руну но лич кстати так узнает как стоять в принципе понимает что он нужно делать мор там может из пойдешь ты мне тут совсем не нужен мне лавал надо это смерть лечу хорошо сапог сапог в куру не купился видели тп возьмем и манку давайте мартретка пришла мне руинить крипстат ребят ну такой себе тиммейт чисто микки маус какой то сейчас пойдем на другие линии надо гангать если так идет то есть тут постараемся загангать то да ну он сидит на мартретке тогда когда у него появится чайник он даже уйти не сможет я так думаю это интернет так погнали на низ поймет он хоть что гор они не поймет слишком мало хп я ультой просто музыки они даже не видели просто пошли что это сейчас было извините и по логика такая не ну я не знаю получается я не прочитал своих оппонентов я даун сорян ребят мы такой себе мув ну да ладно возможно тп на топ будет да будет тп на топ let's go в бойда ракету поставлю ладно в тебя закину серьезно не газуй даже в него кидать ничего не буду морта отдай мне мой мид морта дай мой мид пожалуйста кого и делаешь извини но это уже просто непозволимо но я не понимаю почему он стоит на миду иди сми да да я вот погангал я погангал я погангал ребятам вот мне возвращаться надо на линиях куда возвращаться непонятно рачер вилка уговорит нормально поплакались немного на мартретку ну а шанс пришел на мид но я понимаю да должен я должен помогать кору чтобы он там керри чтобы он восстановился чтобы он встал чтобы у него все было гуд но блин давайте будем реалистами он просто отжимает у меня центрально господи что за лаги я сейчас блин раз размолочу этот интернет кончен только игра нормальная пошла и начинается вот это дерьмо ребят ой господи спасибо я понял то такое время ожидания было пока руна рестница неплохо 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 масочка летит у меня тут опа погнали пацанам тут тоже скажем что тут весело попа и поехала старайтесь вот так вот подфармливать как я вот делаю вот ну не вот так вот что я сейчас бегу за этим крипом а вот чтобы был такой вот баланс некоторые чтобы вы могли сразу много вот так вот чего забирать я 3 буду тупо вкачить чтобы на фарм потом ребята начали драку погнали поможем эх мари . не туда ты ладно хуска у него очень много кстати его очень много кстати но придется на замедло кидать тут хорошо не хватает маны у меня на способность 3 в минуту не составили давайте возьмем деда с линии и дедом будем подстакивать дедушка вперед я верю в тебя главное хускара убили видели как ему все-таки нанеслось дэмэджи то здраво давайте попушим чуть-чуть и дедушку вот сюда так хватит лагать так вот делаем чуть попушим и уйдем понимаешь тут опасно опа глобалка все отходим о лич сделаем вид что мы такие крутые и сильные убегаем а сами такие типа убегаем но двору найти познаете да 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 давай шо то что нужно нам то что нужно то что я сейчас сделать это что нам нужно погнали хускар почти армлет да купил сейчас на низ убежим чтобы хуска немного убить о реген хорошая руна хорошая руна реген опа есть армлет уже да но это плохо с другой стороны я в принципе смогу его подтянуть застан думаю солью а даже раньше нормально нормально пока сильно не будем подходить хочу стакнуть чтобы не прогулять время на 53 стакаем оп хорошо и сюда отводим нэс нэс докачали мы третий третий буду потому что тут нужно будет подфармить все парни стакнулись да хорошо топ давайте нажмем кнопочку толпотненько смотрите оппоненты то душат ставим вот сюда крипа чтобы наш крип не сигнализировал нашим союзникам о том что там стаки чтобы они не пошли туда и не начали их фармить не назначай что не подсказывает что сейчас сюда хускар придет у него будут фуловый хп и он меня постарается убить у него мне кажется это получится тп юзаем успеваю по идее да нормально тп юзаем давайте продадим стик купим себе яшку все найс так у нас там ребятки собираются стакнуться стакаем дальнего в центр закидываем тычку отходим все хорошо тп дождались кстати погнали отлично все простакали смотрим что за руна ага руны нет только что тут кто-то был погнали на центральную там драка сейчас на драку на эту мы кстати если брать из давай фисурку давайте 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 лучше против воды войдут закинем о пол полетел я умер тут да слишком слишком много урона и есть к не было фиссуры я не думал что он так наглый купол поставит но получается моя ошибка если стоит у нас тут плохо все на самом деле команда вообще не лучшая но будет потно будет потно друзья сейчас пойдем наверно на эншин то потому что нужно золотишко немного поднять иначе если союзники спали что это все стака они начнут это пытаться тоже зафармить акуру слили видели куру слили ну акс б акс давайте сейчас сюда прям прилетим ну надо вард взять ребят а у нас же куры нет феникс страдает фигней но с такой тимой афк ходу будет интересно так ну я тп шусь успею интересно на экспириенс нет не успевая на экспириенс погнали через руну ооо там лич не я не не буду плохо плохо команда недоразвитая немножко погнали фармить сколько много динозоверов вот я люблю это дело я думаю вы тоже кайфуете когда вот так вот делаешь для феникс ультует там это лиф будет от феникса что вы хотите я фармлю стаки свои идет уже кто-то по-любому помогать типа ооо ты сам не справляешься давай я тебе помогу а вот поэтому надо быстрее фармить чтобы союзники не приходили и не стилили не экспириенс ладно саппорт который тебе стакать но я стакаю себе соло тут бкб нужно будет кстати но фарм как видите такой себе надо вместе лично молодец подсапорчивает кура у нас нет куру у нас слили феникс варди пойду давайте закинем второй хорошо пойдет подамажем у меня конечно в наглую могут прыгнуть и убить я очень хлипенький сейчас можно забайтить на феникс кстати феникс все равно кусочек у нас рачер вилкл туда шоу тю свинюка одевается но мне кажется тут очень много дэмэджа нужно будет феникс умер опять феникс такой фидеров немного ничего страшного не так сильно играет попутная игра будет пока не уверен будем ли мы как-то тут выигрывать или нет варда у нас не будет до конца игры эти руну подождем монетка прикатиться посмотрите что идет делать давайте сюда его загоним ну-ка под байтим да 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 на войде да 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 пятер бобер и шо думал сказочку попал так этот парнишка еще раз так нет нам манту делаем ребят манта первым артефактом первый вардик ставим овер глупенькая команда поэтому в нем стараться сами ребят то поделать ли они успевают так надо успевая наверно все равно узк даггер узк даггер кстати манты придется кайтить манта сейчас страшного боже бкб от чайника надо будет тут тут видите еще много урона надо будет рапира нужно будет тут с рапирами будет гейминг хорошо голубая луна голубая стало очень много да возможно тут даже и не выиграем у меня 3 отключил понимаю у меня типа 3 отключил чтобы вы понимали манта есть веточки даем динозаверу главное не слить эту цель с помощью которой я стакаю потому что когда триггер сбивается все крипа разворачиваться уходит обратно так ребят ну ситуация такая я один единственный игрок который в этой команде что-то пытается сделать но это пока что феникс брат по варди оеникс бро ви на движок традиционного как он в в 10 и л убыли м ос даже и пить его не будем хорошо попробуем феникса настроить на нужный лад не уверен правда что это получится но попробуем хотя бы ребят это это максимум что я могу сделать это попробовать феникса настроить на нужный лан за кем-то потом бегает не знаю давайте там хуск дпшки нету бро что давайте зафармим стаки хороша акс убегает может был стаки и я ступа за мной ходит 800 имеем бабочка тут нужно будет по любой с бабочкой будет полегче чуть макса душа да но я фармлю киесов а к стоит я фармлю я должен то хоть чуть помогать команде угол поможем арт стоит что ли скоро просто видит на фениксе очень тяжело будет выиграть ребят тяжело шарик вы бессерьезно окс братец что-то не то сделал хорош по хуске от пускара надо убивать сейчас что забоялись и не могу бросить все побежать вперед своей головы ребятки боятся с кара этого он убежал надо могла зацепить захотели ага зафармили эншента понял они в бабочку в дефолт но ребят а шо еще бабочку то бабочки копейки остаются могут сбить что-то мой да кстати у т.п. война мол не одна просто и все и попал ультой плохо за байтим на этот на ультимейт война хорошо ну почти печалька на самом деле что команда вообще никакущая феникс видит вообще принципе хватит убегать отсюда а можно закупиться закупимся как же туго по ходу тут будет играть да ребят смотрите команда команда не ахти попробую соло ну попробовал ребят вроде получилось задавиться догоню догоню хорошо шо ну просто пытаюсь своих мешочков тянуть ребят как могу как могу пытаюсь вроде неплохо получилось хорошо помидо и люди отправим то низ хотя бы . хорошо что хускара не было хорошо придет хоть так я не знаю так 3 300 имеем скади попробуем сделать ребят пожирнее быть чтобы пожирнее я перефармливаю пострашно у меня 20 войны 10 его сразу в эншентов потому что сейчас нужно именно четко выфармливать четко выфармливать надо четко выфармливать именно для того чтобы ребята не просекли что я на 100 как столько денег поднимаю хорошо на базу сходить пополнить ману я могу рошан кстати соло забрать я думаю там войт 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 хускар ничего не ставил погнали рошана и после рошана будет у нас скади уже рошана мусола с бабочкой забираем если правда сюда придут и очень плохо не понимает что сюда надо зайти да ладно хорошо га любая люна га любая сходим сходим до 200 надо полетел давай я умру да ничего страшного все скади есть ребят мид гол мешочечки мои ставимся ребяткам все таки как-то но видите мы начали подтаскивать ребята таки о можно же в доту поиграть смотрите уже не флейм от феникс уже не фидит вот что значит правильный настрой для команды когда команду настраиваешь они вроде как начинают собираться с мыслями вот этих ребят сейчас быстренько да и у меня идет именно убивать братан да у меня же столько тут что мама не горюй вот так сделаем хорошо а можно подождите мне мне пожалуйста надо фиолетовый то кто у нас лич чайником скади можно возьмусь скади будет будет все хорошо а чё не хватает point booster неужели я не купил лен в куру не взялся там а походу там в куру не взялся ребят а ну-ка стак не там еще дополнительно блин он походу в куру не взялся да а там еще курию за господи я ненавижу этих союзников которые руинит специально а ты нету буду драться и буду уходить можете я с чем-то поможет но это на вставочку да но это на вставочку просто побежден но не сломлен но что-то вот неполадок вот этот с курьером у меня прилетела бы скади которая спасла бы мне жопу ребят но она по-моему не вложилась ну конечно ребят уважаемая администрация и капа пожалуйста почините свои предметы свою куру потому что ну вы сами видите из-за этого момента у меня сейчас не хватило хитпоинтер для того чтобы выжить куру не положился point booster я не уследил курия должен был то быть point booster но ничего нормально пытаемся вроде подтащить сейчас еще сатан до кучи сатаником уже будет жестче уже хускар нас не сможет так убивать нормально будет у меня крипчика слили ай блин стакать не смогу печалька ну сорок секунд ребят таверны ждем ждем резаемся и погнали комарики летает уф потно потно ребят вот ничего должны победить должны победить феникс ульту поставить там тоже демы же много будет будет проста оскайди блин вот это это конечно трэш трэш ребят ничего страшного есть молодец тоже не забоялся дал фиссуру там помог все-таки немного но помог а те аквилу продадим пешечку приста надо приста задушить опа там двоих уже погнали поигнали погнали давайте если тот сейчас 5 работ я думаю победим все равно главное чайник закайтить о вон там иллюзия походу до портретка не светится скорее всего иллюзия опа светится хорошо задушили пролетим просто здесь погнали на мид надо взять деда и но подстакнуть я не успею конечно но дедушку надо взять вообще лучше уже найти какую-то ауру потому что стадия стаков закончилась уже в принципе но она еще идет как бы опа синий это кто у нас летс го чайник полетел так иллюзию отводим подальше хорошо погнали бабочку включаем побежали хорошо я очень быстрый молодцы задушили так цитаник вот это пацана го 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 бро не боись о волчара волчару я бы знал опа сайленсер это наш клиент хорошо ехе стой рано еще дружок гол магас сейчас сатан купим сатан купим сатан купим стаком вот этих пацанов все есть сатан хорошо титаник есть можно поесть и можно будет мкб какой-нибудь жесткий сделать для дмэйджа но я думаю если не будет нам хватать дэмэджа то мы скорее всего сделаем себе этот мартретка пошла мой стаки фармить ладно пусть мне как бы уже хватает золото но тем не менее пойдет волка надо найти аурер нужен какой-нибудь волка желательно и не терять его постараться потому что сейчас сатаник я сложу себе уже мартретка реюзает все вот так вот такие правила ребят реюзает куры все такое это как правило ну к гуд гейму в смысле за рекламу платить надо волчара вот вот как вот она мартретка забрала изичных этих крипов прикиньте оставила и аурера убрала а изичного оставил мне волк нужен прежде чем сатан собирать вам волка надо ребят господи серьезно ждем блин да некогда ждать некогда ждать да я задушил хорошо я блин не знаю надо волка найти ребят найду волга волга три тычки еще поехали раз два три хорошо хорошо давайте волка ищем ребят надо найти волка и все а господи что это такое а где волки сколько я с этим сатаном летать буду другого не хочу брать крипа потому что мне нужен будет урон чтобы вы понимали а ну посмотри там волки есть я курс с собой просто больше что делать волки нужны нужны волки что там есть бро смотри големы а здесь волки есть а здесь волки есть здесь волки есть если что сейчас просто через мид давайте ста к ним посмотри может хотя бы волки будут хорошо ну-ка отойти нету волка да шо такое ребята сатиры ну волки вот они наконец-то забираем все собираем отлично все это наш урон погнали на топе быстренько заберем блин ребята дерутся я тут на топе буду они уже в принципе моя команда подфармила чуть-чуть я перетерпел дал им пережать немножко этот момент гоу купим можно вообще сейчас кирасу просто взять и все и заканчивать смело духа погнали на мид вы молодцы анна как вы делаете как вы делаете как вы делаете как вы можете начинуть как вы делаете Гиперстоун и гг Ломаем центр Шо, идет Ах ты, Криса Только не волка, пожалуйста Волка отведем Волка поближе, урона побольше Хорошо Отходим Нормально, запушили Так, и вот это Берем, вот так вот, хорошо Есть у нас Кираса, отлично Гора Шана Рош, гоу Берите Берите АЕК Ребяткам, ну стараемся ребяткам Затащить, друзья, надеюсь такая игра Вам понравится, что вроде Ну такая потненькая, и волчонка Наверное, давайте на базу отправим, пусть он пока идет Кираса есть, все хорошо По низу Хорошо, потненько И на экстом уже пойдем Магическим билдом поиграем Чтобы вам было интересно Для разнообразия Такую одну потненькую Когда Ребяткам свою Катку затаскиваю Хорошо, гиролед у меня заряженный Сейчас можно 1 на 5 выходить прям Ну, за купол солью, правда Так, вот этого парнюшка Парнишку Зарегеним Можно взять тревел Хорошо Хорошо Так И у меня не складывался этот гайд на хаосе Вообще жесть У меня то свет вырубят То интернет вырубят То еще что-нибудь И прикиньте В один прекрасный момент Когда я думаю Ну все, все нормально уже По кайфу сижу Играю Классная катка Так прям рассказываю Интересно И что вы думаете Я запись не включил И тут должен быть такой смех Ахахаха Ну, ну прикиньте Насколько это больно для меня было Я запись не включил Но как так можно Как можно было не включить запись Серьезно Как можно было не включить запись Хорош Купол Найс Ох Волчонка в сторону сразу Нет Только не дамажьте его Хорошо Чайник в помойку Чайник в помойку Отлично О, маншард Еще сейчас возьмем Отходим Волка отвезти Окей Вот тут Завозьмем маншард Смотрите Не покупаются Артефакт Нормально Полетели Есть у нас еще Маншард Да куча Друзья Вообще Запакованы мы Вот такая вот Каточка вам Все Отлично Гоу на хг Просто в наглую Заходим и душим Тайника нету Еще секунд 20 Не было Я их просто Перефармил За счет стаков Сатаник И поехала Волка не отводим Главное Здесь сюда У меня сатаника нету Кстати Волка убили Эх Жалко Утропил Нормально Пристав Бучка Бэйбэйкнулся Стой Иди сюда Ну сатаник Помогает Ребят Жестко Жестко Неплохо Неплохо Вертолет Сила Пытается Пытается Раскайтить Делимся Боже Я просто Как этот Гуралет Дайте Тычку Дам Там Сало Умрет Бедненький Под фонтаном Беги Хорош Хорош Жалко Волчару Ребят Риле Очень Жалко Я могу Тут Умереть Сейчас Сейчас Чайник Будет Сатаник Жить Куда Чайник Улетел Я так И не Понял Жесть Видели Куда Сатаник Улетел Я Если Честно Думал Я Сейчас Умру Ой Сатаник Чайник Куда Улетел Я Сатаник Прожал Нормально Жестко Это Жестко Друзья Так Ну что Там На топе Начинается Драка Уезжает Гиролёт У нас Бабочку Летит Летит Начинаем Атаковать Строение Просто Уничтожают Тра-та-та-та-та-та Чисто Все Мега Крипы Вписывайтесь В Ютубе Всем Азес Чтобы Быть В теме Удачи всем Найс Хорошая Капка Друзья Вот такая У нас Получается На вертолёте Ну что ж Этот билд В керри Такой Как вы Видели Я перевернул Игру Когда у нас Команда Совсем Но ничего Не могла Сделать За счёт Стаков Как Хорошо Что Ребята Не болели Что у меня Там Стаки Поэтому Друзья Будьте Бдительны Когда Видите Вертолёт Обязательно Проверяйте Стаки Если что Ставьте Туда Сентри Блочки И ГГ Всё будет Хорошо Друзья Ну и что ж Братцы Пойдём Сейчас в Магический Билд Я надеюсь Магический Билд Вам тоже Зайдёт И Ну не знаю Он будет Он будет Такой Более Фановый Нежели Чем Вот этот Билд Который Мы сейчас Сыграли Этот Билд Очень Серьёзный Это Керри Билд Это Реально Рабочий Билд Которым Я сейчас Просто Выиграл Игру В принципе Ну вы Сами Всё Видели Как я Перефармил И Ну На ваш Суд В общем Поехали Сейчас Сыграем Магический Билд И посмотрим Что из этого Выйдет Сейчас Только Доиграем Вот эту Каточку И поехали Кик ГГ Кик ГГ Эх Не удалось 2.18 Феникс У нас Феникс Фидил Тан-тан-таран-тан Тан-тан-тан-тан Мне кажется На 14 Минуте Реально Аганим Будет Выформить Очень Быстро Аганим Будет Можно Будет Помогать Дэмэджа Будет Много По карте Будут Ребята Загулить Можно Будет Хорошо Ульту Закидывать Посмотрим Я Если честно Пока Не знаю Как Я буду Магический Билд Играть Я Хотел Очень Хотел Сначала Сделать Этериал Просто Вот Фазы Стики Аквила Этериал Дальше Аганим Вот С таким Билдом Начинать Потом Сделать Себе Актарин И уже Что-то Еще Дополнительное Не знаю Надеюсь Ну Наверное Это будет Самое Дефолтное Жесткий У меня Гиролед Получился Сейчас Вот здесь Встанем Вот так Вот И вот Так Вот будем Столько Промахов Там Вылетело На Поехали Ребят Next Так Ну что Друзья Загружается У нас Очередная Next Катка Сейчас Будем Делать Magic Build С Magic Билдом Попробуем Разносить Центральную Пойдем Сейчас Как обычно Пойдем Не будем В четверке В тройке В пятерке В двадцатке В пятидесятке Мы не будем Играть Не буду Я четверку Играть Я вчера Играл Четверку С четверкой Вообще отвратительно Играть Когда В команде Мягко говоря Каждую игру На лоу ПТС К сожалению Ребятки Ну такие себе Игроки Поэтому Нужно будет Попробовать Тут сделать Так В Magic Build Погнали Погнали Посмотри Что у нас Ребятки Напикают Let's go Так Что мы тут Будем делать В общем Смотрите Что будем Собирать Будем Собирать Тут Конечно Конечно же Этериал Этериал Октарин Оганим Всякое такое Урона Конечно У нас не будет Потому что Мы будем В магию Собираться Урон Пусть Берут Ребятки Будет круто Ну и самое время Конечно же Попить Чаечек Друзья Пауза Ну вот И все Посмотрим Как у нас тут Будет Дела Все Обстоять Химик Молодец Варник Тускар Взяли Тускар Будет Напрягать На самом Деле Не так Сильно Как Могут Напрягать Через Что Будем Качаться Если Мы Идем Через Центральную Посмотрим Сейчас Как будем Раскачивать Возможно Третий Вкачаем На Двоечку Чтобы было Четыре Атаки А может Даже На единичку И будем Баражи Баражи Качать С мислом Это будет Круто Я вам Покажу Как с Баражами Можно Душить Тоже Под Второй Спелл Монету Химику Да Химику Монету Под Баражи Мы просто Будем Уничтожать Второй Спелл Плюс Баражи Это жестко Будет Просто В упор Подходишь Тра-та-та-та-та-та Там Очень много Дэмэджа Очень много Дэмэджа Будет все Просто По пушечному Так что Друзья Вот такая Вот у нас Задача Сейчас На данный Момент Посмотрим Пойдем На топе Что у нас Оракула Взяли Это очень Плохо Оракул Будет Сейвить Весь Мэджик Дэмэдж Я это Вчера Уже Проходил Я играл Вчера Пытался Записать Видос Мэджик Мэджик Вертолета Против Рубика И Оракула Это жесть Урона Вообще Нету С магией Ультимейт На 150 Дэмэджа Карал Хотя Такие цифры 350 И 250 Лол Но Дэмэджа Ноль Было Просто Прикиньте Потому что Рубик Очень много Дает Резиста Массового Вот и все Вот и Как бы так Вот ГГ Не удалось Нас Записать Ну ничего В этой катке Сейчас будем Душить Посмотрим Что у нас Инлокер На миду Будет делать Хорошо Подзонили Немного Оп Что там у нас В Рейсбэнд Нагинг Стайл У нас там Нагинг Стайл Рейсбэнды Дейки Немного Продамажили Пацаны Миньенка Не даем ему Расслабляться На самом-то Деле По страшному Он С таким вертолётом Он еще не стоял Это 100% С таким вертолётом Он еще не стоял Этот инвокер Хорошо, сейчас второй качнем И пойдем гулять под тавер Потлик первым артефактом Хорошо Хилочку Войкер себе запулил Хорошо, отходи Нефиг тебе тут фармить Тавер получим сейчас Получайте тавер Получай Как лично на русском языке Помните, говорит, получай Я ему помог крипа добить, это плохо Сейчас один крип О, там вон он ботал пошел Так, все инвокера я не вижу Дайте прокликать на него Хорошо Ну, хорошо Так, куру надо Гвардик Есть Что у нас тут за руна Инвизибилити? Неплохая руна Поехали Все, раскачиваем теперь один-два Третьего нам хватает Инвокера гоняем Этого нам хватает Инвокер такой Покайфовал немного Хорошо Радчер Вилкоу Радчер Вилкоу Какие-то Хорошо Сайвокер не подойдет Будем тут линию держать Кура же есть Нормально Стоим четко Мид Гоняем инвока Это очень хорошо Инвокер в шоке Стоит, не понимает Что делать надо ему Тут на самом деле Только пытаться на регенах Как-то выживать Сейчас второй качнем Чтоб демеджа побольше было Подтавр нормально ушел И пойду туда Сапог надо Сапог стопа принесем Походу Походу Сапог стопа принесем Эти бомбы для тебя Ты никогда не слышишь меня Пришли Ну давай Хотя он может Подтянуть меня У меня тут Баражи Демеджа не дают Эх, вижу Все, давайте Погоняем его немного О, лакарь Хорош, он может Меня сейчас убить Может убить Но не убил Сапог нужен Вот сапог нужен Прям очень сильно Сейчас Все, преимущество Не прогуливать Можно было сейчас Фидеть Не знаю почему Не знаю почему Сапожок не дают Так С Все, этого достаточно Буду Моя пашка Хорошо Хорошо Что там инвокер Ус, братец Ракету Держи А лакарь Ти сильная Конечно Увокер Хорошо Пол лица На Пол лица Инвокеру А лакарь Конечно Очень много Ему дает Очень много Чересчур Бафает Сразу Считайте Дабл дэмэдж Большая скорость Атаки Это очень много Пока Стоим Все хорошо Крепстать Им Почуть Ждем Инвокер Сейчас Инвокер Вообще Иксп Очень много Прогуливает Сейчас Очень хорошо Стоим Решил Тактикой Криса Душить Аля Какие Промахи Какой Промах Это смерть Это смерть Братец Так и не выдержала Натиска Натиска Гиролета Не выдержала Ракету В 4 Потом Бараш Попробуем Опа Руны Есть Визабилити Гоу Не будем Тэшку Душить Погнали Надо Манку Одну Манку Одну Себе Друзья Надо Есть Ждем Инвокер Приходит Опять Начинаем Также Ракетами Душить Пойдем Не будем Тавар Тавару Подпушивать Все Баражи Берем Хорошо Слог Хорошо Отлично Но Единственное Что меня Смущает Это Могут Сейчас Ко мне Роумеры Прийти А так Инвокера Тут Все Плохо Инвокера Все Очень Плохо Инвокер Братец Как там Фарм Это Метовый Герой Инвокера Так что Он Может Отсосать Начальную Стадию А потом Начать Выносить Такой Герой Такой Герой Он В инвиз Зашел Он думает В инвиз Не карает Что ли Осуждаю Осуждаю Вот так Вот сделаем Думает В инвиз Не карает Походу В инвиз Еще как Карает Братец Че Котэшку Туда Задушим Постой Войкер Вновь Слил Во всем Преимуществе Хорошо Гоу Опа Там На топе Веселуха Тэмочку Бедную Душит Го Пролетимся Оракул Оракул Газует Газует Оракул Понимаешь Что Где-то Чувствует Боль Гэму там Ракеты Задушат Хорошо Лтэшку Лтэшку Минвокеру Чуть-чуть Пофармить Дадим Да Пусть Побегает Парень А то Максич Вышел На линию Да Хорошо Че Сейчас Попробуем Этериал Поднять Просто И все Попробуем Этериал Тупо Этериал Попробуем Поднять Тавер Забираем Уходим Хорошо Нету Чего Пацана Давай Давай Хорошо Тупо Сейчас 3 300 Попробуем Выформить Я уже Забыл Насколько Верт Жесткий Герой На самом деле Я очень давно На нем Не играл Ну как Не играл Я на всех Героях Играю Но за Стрим Бывает Что-то Закажут На каком-то Героя Сыграть И Не надрачиваешь Вот сейчас Я это уже Наверное Нужна Пятая Или шестая Игра На верте И вспоминаю Насколько Это сильный Герой Действительно Солеридзе Кого-то Выносить Это прям Опа На топе Иншелкер Поехали Прифраге Мои Одного Второй Ну он Если магии Нажмет Инвокер Это будет Очень больно Поэтому Будем Сейчас Как-то Подлавливать Он Походу Походу Этот чел С мобхаком Играет Сряды Забрал Мне кажется Да ладно Полетели Ладно Пусть им Медь Забрал Я ничего В принципе Не потерял Вот так Монопулы Терял Терял Опа Туск Оу На меня Да Гоу Хорошо И этого Туда же И этого Туда же Но Пол Этериала Есть Ребят Пол Этериала Есть На Гангале Пол Этериала Видите Душит Этот Герой Нехило Зачем я Куру Послал Если Тут Можно Купить Сейчас Так Это Первый Момент Лобчик Брат Урну Собирай Урна Есть Хорошо Иншокер В шоке У меня еще Крипстат Кстати При этом Хороший В этой Игре О Кстати Я Сегодня Зашел Почитать Комментарии Ребят Я в шоке С того Что большинство Пишет На самом деле Мне порой Даже не хочется Заходить туда И читать Комментарии Это ужас Люди Вообще Не вкуривают Зачем Мы пишем Рубрики Один на один И вкуривают Что такое Гайды И тому подобное Братцы Будьте к этому Проще Не все Такие Профессионалы Как вы Кто пишет Такие Комментарии Что Типа Вот Пишешь Гайды С раками Туда Сюда Зачем Гайды Для игроков Которые играют На лоу ПТС На Хай ПТС Понимаете? И тебя Вылечим Всех Вылечим Стой Гефки Забрал Семочка Братец Я тебя Постараюсь Нет Но уже Тут Не Получится С С ГГ Я В шоке Просто Что С Этим Гиролётом Делать Я Не Понимаю Что С Этим Гиролётом Делать Я Не Понимаю Так Есть У меня Этериал Да Хорошо Попробуем Через Этериал Чисто Такое Билд Аля От головы Хорошо Лагал Он врёт Он МХ Подключал Всё Сейчас Этериалом Будем Душить Давайте Стик Доапаем Хотя Стик Не нужно Апать Возьмём Даст ТП Стик Продадим И Постараемся Сейчас Аганим Сделать Посмотрим Что у нас Получится БМ У нас Уакса Это плохо Потому что у нас Весь Мэджик Урон Возможно БКБ тут Придётся Делать Но что там Инвокер Всё Полетели А если что На ТПшке Отопьёмся Сейчас Подкату Будем Закидывать Всё Нет Не успею Не Успеем Оракла По-моему Что-то Есть О Инвокер Остается Так Это Хорошо Опа Минус Поллица Ля Сколько Много Магии Урона Мажик Мажик Урона Сколько Видели Прям Жесть Но Монопул Конечно Жёстко Проседает Жёстко Проседает Ляша Делает На Клокверке Мне кажется Он газанул На Клокверке Своем Хожу Открываемся Тебя Брэ 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 Баражи Виншолкер Идёт Нету 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 Закидать Но нету Нету 17 и хорош господи почти аганим есть тоже те это работает когда хорошо загангаешь делаешь это рел и можно прям жестко душить жестко хорошо и 800 но уже есть принципе аганим аганим шару ну забрать еще будет хорошо монета химик далеко до химика нету там еще какая-то руна уру можно в магаз уже отправлять ребята вообще не вывозят куролета такого пока что пока что так инвизибилити хорошая руна чай инжентом поколотим единственно с таким билдом очень сильный монопул страдает монокосты большие если монопул 800 маны все равно мало не хватает сейчас купим аганим вытащи сок хорошо сок готов и 16 левел сейчас очень много урона будет интересно если я буду просто терял закидывать ультой закидываться сколько дема же нанесет будет просто интересно хочу посмотреть я мриле интересно это скотина успел таки но умрет от баражей а кто застилил вайпер я не пойду там пота еще жесть видели чуть-чуть не успел и ойн шалкер удастов нет убраться ракет бараж бараж надо викор а уракла сейчас задушить оракла будем сейчас убивать ребят потому что на оракла летит ракета тут вивер у меня еще 800 хп еще два баража будет этот и еще один вот этот который сейчас идет это опыт сна душить хорошо вылази хорошо хорошо шо происходит опа дефнуть то могу бах 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 все есть дефнуть то могу ультимейт есть чё дальше акторин делаем чё делать акторин он пройдемся сюда возьмем кэншин там пройдемся кэншин дефлю как все еще что грешно я прошу хрюіт я пошел мне нужно я пошел я пошел что? не слышишь я сошел вообще не варик тратить закинем бесплатно ультимейт хорошо почти есть сал бустер сал бустер наковыряем сейчас будет хорошо хорошо чуть остается но и тут несколько четыре героя внизу 5 уже до 4 к что жесть остается в этом инвокер до вакера надо на расстоянии как-то внезапно убивать ночь вот когда будет ну ночью буквально 15 секунд у баражи ему задушина лично берем пустер раз-два-три оба немного так надо было раньше тогда он не оценил бы количество дэмэджа у хэндвокер какой проказ дает он затушили по подушим центральную пацанам рата-та-та-та-та хорош лично крисе заберу люблю когда вот блин нажимаешь глиф по одному хп от ответывается отнимается все равно это круто не знаю что хотите говорите на это круто по одному хп все отнимается по одному хп у товара отнимается здоровичка это круто на самом деле так ну что тактический фит пацанам надо сделать чтобы о вон тактический фит пошел она иллюзию уничтожил криса поняту ульты кстати это ульты у меня 2 200 хп это очень много прошу го как раз актарин чуть остается опа там аксевич на уго-го-го там замедлочек дичащих будет хорошо мэджик билд тащит просто я перед этим мэджик билдом очень хорошо в дамага ушел очень хорошо шел дэмэйдж для кастует оракул чуть-чуть выжил кстати оракул чуть-чуть выжил оракул чуть-чуть выжил оракул чуть-чуть выжил говорят сейчас чуть подождем и закинем вот сюда а так он уже там давно но вот я тупанул я вот тут просто видел какую-то эту тень видимо было сразу давать думал он там под мансит актарин уже будет актарин чик все есть актарин пусть голем один остается мистик отлично есть актарин блин еще magic билд можно с дискордом конечно же использовать это вообще наверно жесть будет потому что под этериалом вы вот тут увидели первый раз когда инвокер отлетел просто вот как бы хз дело такое позже взорвано ссори берите жесть взорвано просто я пошел у меня ульта скоро будет 24 секунд челки масса убьете вот так у меня там два мега крипа бегают стой ксусник 123 а ты думал сказку попал улица на по хорошо что 12 секунд он успеет добежать до пита леса не успею я я бы я бы чё рефрешер сделаем рефрешер давайте рефрешер сделаем монопулов много почему нет бах инвокера там нету хп уже господи как же на ранней стадии если у вас 16 левел и аганим это решает на самом деле я вчера когда играл против рубика и оракла это было очень тяжело потому что рубик давал много магического сопротивления против моей комбинации а в этой катке вы в полной мере можете видеть насколько сильно эта комбинация работает но новая мета получается новая мета получается еще плюс можно попутно подфармливать вот так вот по оба ракетка пошла плюс хп сейчас мы сделаем короче еще раз ракеты мы поставим а нас там уничтожают папа аксевичу досталось чипау жестко чипа на понимаю хорошо мить сносим идем за рефрешем там вот так вот пацанам хорошо шишера убили о байбэк инвокеру на хорошо вот у этого пацана хорошо 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 ля и постоянно каждая катка ультра это жесть так ну что горе фреш горе фреш почему нет есть рефреш есть рефреш реж рев реж рев помогать вайперу или нет не буду вайперу помогать ребят просто для того чтобы они не написали фаст финиш просто не для того чтобы не написали фаст финиш реально нужна какая-то ребята мотивация чтобы выиграть так вот поможем хорошо я еще рефреш нажал думал два ульта надо будет закидывать то есть стоси ну две минуты на 30 минуте будет рефреш на это будет прикольно что будем в драку закидывать два ульта вы прикиньте это должно быть там 1000 урона посмотрим как у нас это получится так и 3к имеем да хорошо река имеем еще что-нибудь можно но догон я не делаю потому что это дефолт какой-то догон дефолт на слишком сюда закидаем ульту раз-два ракета полетела бах а монвокера почти убьет с двух ультимейтов давайте алхимику не будем тут мешать подфармливать здесь жирный сколько там еще 83 химик химик монету нету забери 500 так ну что собрали артефакты жесткие сейчас будем душить дальше ими полня радик на готов так почти есть у нас рефреш о кура цемка молодец сразу по два варда ткнула так ну что я готов на самом деле или нет д д д д д д то стану второе замедло есть я далеко я так и не дошел лол опасно вот это сейчас опаснее не 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 ну нафиг это кстати опасно опасная игра называется это он же на меня катится а два вульта будет а ульта будет вот так вот делаем пацану взорвано что там два ультимейта будем закидывать так инвокер не остановится или он тупо бежит давайте вот сюда раз два все два ульта пошла инвокер убиваем убьет жесть вот это гироли вот я понимаю это я понимаю жесть чай для красоты какой-нибудь еще артефакт можно купить для гиролета нашего а в принципе так все жестко по артефактам закидываем хорошо для красоты еще какой-нибудь артефакт можно будет купить на линку я не знаю какой-нибудь блин давайте ну ты я не знаю чё на хекс и раз это magic билд то хекс наверное друзья докупаем и все для красоты потому что эта игра вот она в принципе показывает насколько жестким может быть вертолет когда его можно задушить в magic билд ведь это сейчас реально работает потому что нету никаких резистанских вот этих моментов потому что как правило резистят жест какие-нибудь рубики там пайпы худа тут видеть не хватает и хватает ребятам все равно так выкидываем ракеты замедление на не попадают а плохо скоро будет рефреш с рефрешем все есть хекс у нас еще до кучи отлично хекс еще до кучи сейчас подождем у нас все готово было погнали цемп помогать что там скоро у нас будет 40 секунд 40 секунд оценка там живет на последних из дыханиях очень будет тот мега ультра килл и при полке л baby triple нормально скоро рифреш будет но как я инвокера там на колодце с рефрешем убил конечно это жестко это жестко конечно и гем так ну что ребят вот конечный билд у нас получился такой magic билд такой хорошо все задушина минус 5 минус 5 минус 5 минус 5 ну ребят на этом наверно каточка у нас заканчивается потому что все они там под троном бою им ракеты полетели это жестко мне я кайфую с этого роста эти ракеты двойные а инвокер там еще лох п остался вот под танч вот под танч ребят ну вот вот такой у нас билд получился magic не знаю понравится вам этот гайд в целом или нет но надеюсь понравится потому что но постарался сделал не абы какие игры игры вроде должны быть интересны первая игра легкая вторая потная и третья уже такой магический билд где вы можете посмотреть в целом как персонаж у нас чувствует так сказать вот эту магическую сферу нашу через аганим через актарин и через это real друзья ну а рефреш это уже по фану чтобы как вы видели забирать так вот оппонентов обязательно напишите какая катка вам понравилась больше но и конечно же ждите другие гайды подписывайтесь на канал ставьте лайк обязательно друзья это есть вот как бы ставите лайк и подписывайтесь то это мотивация на то чтобы делать видосы такие дальше но я все равно и буду делать но просто мне знать чтобы вы вы мне знать чтобы вы господи уже загорелся это просто позволяет мне узнать нравится ли вам такое и сколько людей нуждается в эти гайды чтоб прям по кайфу был в общем все друзья всем удачи с вами был ксеназас и до скорого